Еще раз добрый вечер, Абакан, Хакасия, Юг, Края. Те люди, у которых есть электричество, могут наслаждаться информационным круглосуточным телеканалом Абакан-24. Ну, у кого нет на батарейках, можете включить свои радиоприемники, слушать радиостанцию Абакан-24. Прямо сейчас наша волна 7106 в диапазоне УКВ. Или смотреть интернет-трансляцию на портале YouTube. Наш канал также незатейливо называется Абакан-24. Лайкайте нас там. Можете, конечно, дизлайкать, но вы понимаете, что это минус вашу карму. Глаз у меня черный. Внизу у нас идет большой телефон. Это телефон наших мессенджеров. WhatsApp, продукт компании Мета, признанный на территории Российской Федерации. Экстремистская организация, поэтому запрещенная. И Viber, поэтому же телефон. А также Telegram наш канал. Там рядышком, что увидите, пишите свои сообщения, общайтесь с нами. Мы продолжаем тему. Как ни странно, она в чем-то перекликается с предыдущим часом. У нас сегодня в гостях, несмотря на то, что это лице имени Булакина. Но, чуть позже об этом скажу, а пока представлю вам очаровательную нашу гостью, очень любимую нашей программой директора лицея имени Николая Денриховича Булакина, Ирину Лаврентьевну Яковлеву. Добрый вечер, Ирина Лаврентьевна. Добрый вечер, Алексей Иванович. Очень приятно, что вы нас опять пригласили. И что я не перепутал отчества. Это самое главное, да. Как это у меня бывает часто. И Мария Александр Анохины. Да. А пришли вы к нам по поводу того, что в новостях мы это уже показывали в 9 часов. Посмотрите еще раз. Атомный класс открыли они в лицее. Совсем с ума сошел лицей. Дети, когда уже будут уроки учить, вы такую им нагрузку в своем лицее организовали. Кто оттуда выйдет? Бедные, несчастные дети, обучающиеся в вашем лицее. Я утрирую, конечно. Звоните нам по телефону 22-41-18. Это программа вовремя. Итак, вас, естественно, а пара супругов Анохиных, это кто? Можно рассказать, да? Да, все, я молчу. Мария Машенька, это наша в прошлом ученица, выпускница нашего лицея. В девичестве Хохлова Мария. Хлопова. Господи, Хлопова Мария. Да, все хуже сегодня, рабочий день, дает о себе знать. У вас событие, конечно, такое было. Конечно, грандиозное, да. И ее супруг Александр Анохин. Какое же отношение они имеют к нашему проекту? К нашему атом-классу. Да. Вы там атом будете расщеплять? Ну, почему не за атом? Атомную зону создавать? Нет. Атом-класс, вообще, с 2011 года госкорпорация Росатом стала открывать по всей России атом-классы. Сейчас более 79 атом-классов. И атом-классы вообще в основном открывались на тех территориях, где атомная энергетика развивается. У нас, слава богу, ее нет. Хакасия исключение. Почему, слава богу, все боятся. Да, Хакасия, конечно, исключение. И такой класс впервые открылся в республике Хакасия. А в крае есть такой класс? Я не знаю, ребят, Красноярский край. Вообще, по-моему, это в южной части России, в Абхазии, я знаю, тут есть. И самое близкое к нам это Курск. Курск, Мурманск, да. Ну, слушайте, спасибо. Спасибо, что не только отлючением электроэнергии прославилась в Хакасии, но у нас первые единственные на юге Сибири, по крайней мере. Атом-класс. Атом-класс, да. Я пока еще слабо представляю, что это такое. Для того, чтобы претендовать на открытие атом-класса, нужно было пройти отбор. И календарный год 2023 начался тем, что мы познакомились с положением о создании сети атом-классов. Мы посмотрели, как можно пройти отбор и получить это гордое звание Росатом-школы, атом-класс. Мы заполнили очень большую объемную заявку. Это заявка, буквально там несколько страниц, где нужно было подтвердить качество знаний обучающихся, какие профильные предметы мы изучаем, какие профильные направления у нас есть, какой педагогический коллектив, его квалификационную категорию. Нужно было подтвердить участие обучающихся в различных олимпиадах самого разного уровня. Вы как директор, вы сейчас мне это наговорите, но мы так и не знаем, почему они у нас сидят. Изначально это началось с того, чтобы пройти этот отбор, конкурсный отбор, и попасть в то счастливое число от убранных школ, классов, которые может на базе своей организации открыть атом-класс. И мы вот как раз таки этот отбор и прошли. Но мы на ту минуту еще не понимали, что мало было только пройти этот отбор. На наши плечи еще и легло то самое направление, которое стоило освоить. Это продумать дизайн атом-класса. То есть это не только парты. Алексей, я вам до передачи, до эфира специально наш видеоролик отправила. Вашей студии. Наша телестудия это сняла, да, замечательная. Чтобы вы понимали, что это не просто класс, это не просто парты. Это не просто оборудование. Это нужно было по брендбуку Росатом-сети классов разработать свой класс, который бы соответствовал всем требованиям, но в то же самое время, чтобы он отличался. Да, мы педагоги. Мы очень творческие. Мы попробовали сразу немножко покреативничать. Мы попробовали сами изучить опыт и что-то такое интересное воссоздать. Появились первые идеи, появились первые замыслы. И здесь телефонный звонок от Маши, которая просто предложила встретиться еще даже на ту минуту, не подразумевая, что у нас атом-класс, что у нас вообще происходит. Она просто говорит, я хочу внести свой вклад в развитие лицея. А мы закончили замечательный вуз. Мы вернулись в Хакасию, да? Какой вуз, Мария? Экономический вуз имени Плеханова. О, это в Москве, да, академия. Да. Ну, это уже не академия. Уже не академия. Ну, я-то старый помню ее как академию. Экономический университет, да. Маша, расскажите, с чем вы нам позвонили? Наверное, это будет лучше. Да. Вообще, это произошло по вообще счастливому стечению обстоятельств. Я позвонила Ирине Лаврентьевне после... То есть вы знали, что они хотят атом-класс? Нет, вообще ничего не знали. Мы просто позвонили, даже можно сказать, увидится. Ирина Лаврентьевна на тот момент была не в Абакане, вот. И я созвонилась с замом, и мы назначили встречу. Вот потом мне Ирина Лаврентьевна сама уже перезванивает, говорит, все, приходи. В общем, мы просто встретились, вот. Потому что навещали школу постоянно. Вы поддерживаете отношения. Да. И тут, как бы... Слушайте, ну, судьба. Да. Вообще, прям, очень счастливое стечение обстоятельств. Мы решили поговорить о том, чем мы вообще занимаемся. Вот, после окончания университета, почему мы приехали в Абакан. Обратно вот Александр, он тоже в Москве учился, он заканчивал дизайнерский факультет. А родом откуда? Мы все с Абакана. Отсюда мы в этой же школе и познакомились. Представляете? На соревнованиях, правда. Не захотелось задержаться-то в Москве. Тут уже был намечен спектр нашей дальнейшей деятельности. У меня здесь папа тоже развивает свой бизнес. И, ну, была такая изначальная цель следовать, так скажем, по стопам. И сделать какой-то новый филиал в этой большой компании, которая уже существует. И вот мы выбрали именно деятельность рекламную. Рекламную, дизайнерскую, оформительскую. Занимаемся вообще очень творческим видом деятельности. Ну, только фирму твою не называйте. Тут у вас настраду оштрафует. Не называем? Они уже ее назвали. Да? Раз уж, что я прохожу. Я вам уточнил. Все. Ну, и потом я уже ухожу от Ирины Ваврентьевны. И она мне звонит, говорит, Маша, мы совсем забыли обсудить с тобой проект. У нас там будет класс. Надо, чтобы вы пришли, посмотрели. Мы вообще не представляли, что мы будем делать. И вообще вот наш фронт работы. Мы представляли совершенно. Все. В следующий раз мы уже через два дня приходим. Все это фотографируем, делаем замеры. Примерно она нам скидывает ссылки, как примерно это должно выглядеть. Все. То есть это вся наша база, по которой мы делали уже дальнейшую работу. Составляли дизайн проекта. Еще обозначили все свои хотелки, желания и так далее. Ну, конечно, конечно. И уже потом, да, вот Маша с Александром, они вот так все углубились. Но перед этим еще предшествовало что? Самая интересная вещь. Вы не рассказали о том, что вы уже для лица сделали. Когда мы с ребятами прогулялись по школьной культуре, мы подошли в литературное кафе, где ребята увидели портреты писателей. И Мария с Александром предлагают следующую вещь. Давайте эти портреты сделаем с дополненной реальностью. Я говорю, это что такое? А все очень просто. Когда QR-код, программу, они оживают. И когда Цветаева читает стихи, когда можно посмотреть отрывки из мультфильма. Представляете, загорелись. Это первое, что сделали ребята. Да? Второе. Они тоже, они очень скромничают сейчас. На тот момент у Александра уже родился великолепный, крутейший проект. Это... Можно, да, я расскажу? Конечно. Это тот стенд, который они предлагают установить напротив стены памяти Николая Генриховича Булакину. Это стенд о развитии Абакана от начала до сегодняшних дней. От начала какого, Александр? Ну, это вообще как бы краткая история, какая-то вообще информация про город. Жить еще там устья Абакан. Да, да, да. Надо от кочевых племен пойти уж на трату, чтобы сказать, что у нас 2000 лет истории. Вот они сейчас над этим и работают, потому что тот проект мы немножко отодвинули. Тоже, да, кто со смартфонами смотрит. Вообще у нас все проекты сейчас по большей части с технологией дополненной реальности. А что же вы будете делать, когда не станет электричество и не будет интернета? На велосипед, генератор, Алексей, все в наших руках. Как Райкин говорил, балерине машину, генератор. Я вот хочу продолжить, можно я вот это закончу? Конечно, Мария, у меня можно кто-то, что угодно, а я смотрю картинки. Это 3D-модель, между прочим. 3D-визуализация. Он такой и получился? Получился гораздо лучше. Еще лучше, да. И все, надо идти в лицей. Обязательно приходите на экскурсию. Мы сегодня уже провели очень содержательную экскурсию. Приходите, и вы тоже вам проведем. Ребятичек много записалось? В этом классе могут обучаться ребята с 5 по 11 класс. Алексей, мы открыли этот класс универсальный по направлениям. И там будет как раз-таки изучение химии, физики, математики, биологии, информатики. А там великолепная у нас доска интерактивная. Стоп, я не понял. Я думал, атом-класс это какое-то направление атомной. Естественно, научное направление и математическое образование. То есть это просто супер-супер современный класс, в котором будут преподаваться. Мы выходим за рамки ирока. Ну, выходим за рамки ирока. А если вы открываете в нашем классе, то вы увидите... Ну, это мечта, наверное, любого педагога, да, ребят? И когда вы учились, когда можно писать буквально на всех стенах. Там магнитно-маркерные доски, меловые. Да, это же здорово. О, а кто мыть будет? Там 30 метров магнитно-мелового покрытия. Объясните мне, что это такое? Я-то мелом... Представьте обои, обычные обои. Только они более плотные для того, чтобы износустойчивость у нее была подольше. И представьте, что на этих обоях можно рисовать мелками. Также приклеивать всякие магнитики. И все это с легкостью стирать обычной тряпочкой микрофиброй. И в этом классе находится именно около 30-34 квадратных метра магнитного-маркерного покрытия мелового. Да, повезло учителям, сколько сразу могут решать задачу? Сегодня на открытии очень оно эффективно оказалось. Мы просто думали, может быть, там будут рисовать всякие там цветочки, всякие там баловаться будут. Чисто для творческого, думали, направление будет? Да, вот именно творческой направленности мы думали только будет. Но там еще всякие чертежи прямо там развернулись, большие параболы, всякие гиперболы. Давно человек висит на тонке, будут меня потом ругать. Добрый вечер, как вас зовут? Это Тася, сестра Маши. Я за вас всех очень сильно волею, вообще вас люблю очень сильно. Ирина Лаврентьевна, вы лучший директор, просто лицей лучший. Всех очень сильно люблю. Тася, ты была в этом классе, атом классе? Да, я была. Ну, расскажи свои ощущения и впечатления. Вот вы знаете, я когда туда зашла, на самом деле все очень красиво, вообще просто супер. Мне понравилось. А одноклассники твои? Одноклассники тоже были. Вообще всем все понравилось. Ну, спасибо, Тася. Привет тебе от Маши, от Саши и от Ирины Лаврентьевны. Я хочу еще отметить, что Тася поступала в качестве экскурсовода на данной экскурсии и рассказывала гостям о особенностях, дизайнерских особенностях современных этого атом класса. А еще она помогала нам делать именно вот практически, делать стенды, накатывать пленку. Участвовал в разработке, в общем, вместе с нами. А не в 10-м В? Потому что они учатся в самой лучшей школе нашего города. Жду, ждем. И республики, надо вещи называть своими именами. Пока Ирина Ивановна Войнова не построила школу у себя. Там у вас будет конкретная конкуренция. Чтобы быть конкретной конкуренцией, нужно, чтобы в такой школе работали такие замечательные педагоги. Самое главное – это кадры. Это те люди, которые работают. И я всегда говорю, Алексей Иванович, можно быть смелым у доски, но нужно любить свою профессию, и можно дать достойное, качественное образование. Маша заканчивала школу, когда мы были еще в старом здании. Когда еще не было нового здания лицея. И выросла замечательная девушка. Она получила очень хорошее, качественное базовое образование в лицее. Она выбрала тот профиль, который продолжила потом при обучении, поступив в вуз. И она... Сейчас этим просто по жизни занимаешься. Да, она опять-таки закончила один из лучших вузов Москвы и вернулась в любимую Хакасию, в любимый город. Да, она не связала свою жизнь с образованием, Но посмотрите, как ей образование, то, которое она получила, позволяет внести вклад в развитие образования города Абакана. Так я понимаю, вы можете бесконечно пить дифирамбы в адрес ваших учеников. Да. И это хорошо. Но один класс на такой огромный лицей. А по какому принципу будут отбираться дети, которые будут заниматься в этом одном единственном атомном классе? Ну, Алексей Иванович, повторюсь, математика, биология. Так у вас эти десятых сколько классов? Четыре десятых. Ну, четыре десятых это уже четыре года. Это профильное направление для углубления, для расширения материала. То есть пропускная способность-то позволит всех? Конечно, конечно, позволит сто процентов. То есть это не элитарный какой-то странный? Нет, это для всех ребят в лицее. Более того, несмотря на то, что с пятого по одиннадцатый класс, мы уже сейчас продумываем, как наши малыши, начальная школа, в рамках лагеря дневного пребывания, смогут заниматься... Летом? Летом и весеннем. Слушайте, вы не боитесь, что у вас на следующий год такое будет столпотворение на запись в школу, ну, в лице, что вас будут брать осадой? Ну, потому что, действительно, всем охота учиться в этой именно школе. Знаете, Алексей Иванович, школы города Абакана, они разные. Разные. И в каждой школе можно найти то направление, которое тебе близко и интересно. Можно пойти изучать английский язык. Можно пойти изучать экономику, физику, математику. В любом другом образовательном учреждении города Абакана. Потому что в каждой школе работают свои профессионалы. Но Атомкласс только у вас. Мы же опять, вы же знаете, наш принцип самый главный. Получая, отдавая другому. На базе лицея работают муниципальные центры технического конструирования, изобретательства и моделирования. Именно поэтому ресурсы Атомкласса будут доступны и для детей города Абакана. О, как! Это вот в этом тоже самоважность. Потому что, ну, вы же знаете, будь то... Те лаборатории, которые у нас есть по физике, по биологии, по химии. А ими также в центре могут заниматься... В центре могут ребята заниматься в этих лабораториях. То же самое будет и с Атомклассом. Здесь будут расширены способности для того, чтобы ребята лучше готовились к ЕГЭ. Та самая, да, наша панель, которая есть в Атомклассе. Демонстрационная панель – это интерактивная доска, которая прозрачная, которая позволяет в режиме онлайн вести уроки, которая позволяет делать видеозаписи и тут же листать слайдовую презентацию, что-то выделить и тут же иметь обратную связь со слушателем. И если раньше это доступно было, допустим, 30 человек могут тебя в классе видеть, то сейчас можно выйти в простор, да, это будет одновременно, может быть, 3-4 класса, а если это будет просветительская лекция, то она будет доступна и более широкому кругу людей. Это можно выйти и за пределы республики Хакасия уже. Вот сейчас стартуют наши булакинские чтения. И проба пера вот этого оборудования уже будет в рамках булакинских чтений, когда у нас будут просветительские лекции. Небольшие, 20-минутные. В гостинию приезжают, дадите, сразу договаривайтесь. Александр у нас молчит всю программу. Так я уступаю место девушкам. Ну, это, конечно, спрятаться за сильные женские плечи. Вот все, Алексей, вот то, что вот все здесь, вот это все как раз-таки креатив Александра. Александр, вы дизайнер, вот какая профессия? Ну, у меня вообще два образования. По первой я строитель, по второму я дизайнер. Ну, в моем случае, как бы... Жена заставила, конечно. Не совсем. Вот если в разрезе атом класса, как бы, ну, пришел, увидел, сделал. Победил. То есть, как бы, ну, потом уже победил. Можно так сказать. То есть, для меня вот это вот все вещи, я их вижу сразу. Для меня это не так сложно, как для других людей. Но, опять же, бывает разная ситуация. Допустим, там, условно говоря, с Машей мы работаем вместе. Нужно сделать какой-то дизайн. Бывает такое, что вот ты сидишь день, два, три, ничего в голову не идет. А бывает такое, что даже масштабный проект. Ты просто вот делаешь буквально там вот на глазах и очень быстро. Ну, я считаю, у нас замечательный тендем, потому что Саша именно дизайнер. Именно вот он все это видит абстрактно. А я пытаюсь эти все его хотелки вместить в определенный бюджет. Вот и все. Это залог счастья. В любой семье так, наверное. Но госпожа Яковлева и Ирина Лаврентьевна сильно вам мешала своими хотелками, но наверняка, что вы их тут постоянно под прицелом делаете. Я хочу это, 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 это. Я могу 30 метров должна быть. Я могу вот на этот вопрос ответить так, что у нас на самом деле не было долгих вот обсуждений того, что у нас будет. То есть мы один раз увиделись. Ирина Лаврентьевна полностью нам доверяет. Так вот я даже вот могу сказать так, что мы сделали пилотный там дизайн проект, пришли и сразу же вот нам всем вот все понравилось. То есть без малейших корректировок как бы там. И без обсуждения каких-то вот нюансов по определенным стендам. Там же информация должна располагаться на стендах. Все, ребята, делаем в работу. И она увидела эти стенды только тогда, когда они уже на стене висели. Ну полностью информационным опором. А перед процентом надо отчитывать? Да, там коротко. А мы уже отчитались, мы уже сегодня все показали. И им все понравилось? Да. Превзошли все ожидания, мы так думаем. Правда же, судя по восхищенным взглядам, судя по тому, как отреагировали, что нам сказали. Вы знаете, на самом раннем этапе, вот как только начинали мы работать по АТОМ классу, вот настолько в едином каком-то таком стиле, в единой упряжке мы сразу пошли. Да, вот как-то с первой минуты нашей встречи, наших разговоров. Не было вот никаких-то там обсуждений бурных. Просто мы друг друга выслушали, проговорили. Правильно ли я понимаю? Да, вот так. А я понимаю правильно? Да, вот так. И у нас это пошло дальше, пошло и пошло. Здесь нет еще одного человека, кто нам помогал. Да, это Алексей. А это тот, кто все строительные такие косметические работы делал. И настолько он точно так же к нам, да, ребят, с первой минуты. Да, прораб. Он нас с первой минуты влился в нашу команду. И не было тоже никаких споров. Надо провести электричество, здесь лучше сделать розетки. А вот здесь свет такой. Да, хорошо посовещались. И опять раз, все быстро, быстро, быстро. И у нас на все работы, по большому счету, да, ребят, вот именно на подготовительные стен, чтобы вы уже с дизайном пришли. Но максимум это три недели ушло. Это провести проводку, это что-то проштробить, это все затем замазать, подобрать свет. А у вас были резервные помещения для атомкласса? Вы еще наверняка чем-то пожертвовать? Мы специально выделили одно из больших помещений на третьем этаже. Там даже рекреация была, да. Поэтому мы наоборот все уголки, которые есть в лицее, чтобы они работали на развитие детей. Потому что, я думаю, что вы помните, Алексей, как мы всегда говорим, развивающая среда лицея – это третий учитель. Поэтому каждый уголок, каждая стена должны работать на развитие ребят. Поэтому и, ну, ребята молодые, выпускники, знаете, в чем фишка? Они знают наш уклад. Нет, школа. В 10-й школе я учился. Привет. А познакомились в лицее? А 10-я школа это где? А вот тут недалеко. Пушкино. Где ЖД вокзал? А, напротив? Да. Старенькая такая. С историей. Для меня она самая лучшая. Это школа с историей. У них великолепный музей. Мы очень любим 10-ю школу. Мы дружим с 10-й школой. Есть пример, к чему стремиться. Можно же еще один атом-класс или все, как Аказия лимит исчерпала? А мы это не можем говорить. Это на руси эти надо выходить. Да? Вы сами выходили. Да. Ну вот, пожалуйста, есть пример. А Александр? Смотри, помогут. И десяточку ли сделать? А почему не? Слушайте, а вам как эта идея правда пришла? Еще раз проговорить. Мечты сбываются. Главное – мечтать. Понимаете, когда по просторам интернета… Но вам никто не позвонил, не спустил план, ничего. Это чисто инициатива ваша. Да. Мы же любим участвовать в грантовых проектах. Мы любим работать над грантами. Самое главное – мы любим видеть результат. Это здорово. И то же самое здесь. Кстати, Алексей, я не договорила, почему еще такой тандем у нас состоялся. Маша росла, развивалась в той среде лицейской. Она понимает, в каком направлении мы идем. Почему еще не было долгих обсуждений. Мы знаем, что нам нужно. Мы знаем, куда, в какую сторону двигаться и к какому результату. Скорее всего, что сработало еще и вот это. Потому что не первый раз мы увидели друг друга. Не в первый раз, не первый день. А когда столько лет, 11 лет с Машей вместе в одной школе. Я учила ее учерчению. Ну и бизнес все-таки, нет, бесплатно же делали ребята. А вы знаете, кое-что делали и за бесплатно. Да? Да, конечно же. Все-таки вы своего не упустите, Ирина Лаврентьевна. Желание ребят. Здесь не упустить. Я думаю, это они, наверное, сами лучше расскажут. Это на протяжении. Честно рассказывайте. Так, Александр говорит. Мария уже спела. Ну, у нас, в принципе, наверное, как это сформулировать-то правильно, такой девиз в плане нашей работы. То есть, как бы, где можем помочь, почему бы этого не сделать. Мы много где реализовали уже проекты и много делаем, ну, так скажем, благотворительностью занимаемся. То есть, для нас это приятно, людям это приятно. Как бы, и я уверен, что на каком-то таком ментальном уровне это все равно возвращается вдвойне. Ну, если есть возможность помочь, почему бы этого не сделать? И здесь то же самое, вложить душу, вложить силы, сверхурочно там где-то, ну... Ну, и хороший проект. Все. Как папочки. Ради результата все. То есть, так, не ради только финансового результата. Знаете, Алексей, если бы вы сегодня видели глаза наших ребят, особенно маленьких. Я уже, я вам тоже увидел, и все. Да, это действительно, наверное, ради этого и стоит. Работать, правда же? Согласен. Действительно, результат превзошел все ожидания. Я же еще должна одну вещь вам показать. Это же не просто так. Мы еще не просто было бы, и мы политику ведем, да? Вот замечательный такой блокнот. Покажи ни копничком, пожалуйста, блокнот. Да, замечательный блокнот. Дизайн, опять-таки, ребят. Атом класс. Да, это у ваших учеников будут вот такие рабочие штуки. Да. Лицы имени Булакина, республика Хакасия. Здесь, конечно же, Жгибро. Как? Как раз-таки то, что мы говорили. Да, как назовут-то? Ну... И? Ох, Ирина Ваврентьевна. Сменные блокноты. Я думаю, что очень замечательный подарок. Так вот, Алексей, чтобы вы приобщились к атом классу, чтобы у вас были хорошие воспоминания о сегодняшней встрече в преддверии Нового года. Чтобы это было мудрые мысли. Конечно, и не просто мысли, идеи, которые будут осуществляться. Мы с ребятами вам дарим этот замечательный блокнот от нашей команды. А в лицее все командное и работа, и результат, и ответственность. Поэтому передаем вам, пожалуйста. Спасибо, старичок чувствителен к знакам внимания. Это я про себя. Смотрите, какая штучка. Александр покажет наш оператор. Вот. У меня теперь что есть? Меняю блокноты, да, и вечная штука. Спасибо, спасибо. Буду всем показывать. Все, показали мы. Дай вам Бог здоровья, как говорится. Все. Меня купили. Я не знал, как дальше вести программу. Не, ну красиво. Это вот просто ребятишкам выдается, да, или там... Это будет сейчас продумываться за определенные достижения. Да, как на городной. Конечно, да. Это приятно. Это вот правда приятно. Не знаю почему. Ну, приятно. Качественно, красиво. Запоминающееся, да. Ну, и опять, знаете, вот сегодняшняя встреча, сегодняшнее открытие. Я смотрела на наших ребят, на выпускников. Я правда радовалась за них. Мне было очень приятно... Они не захотят теперь от вас уходить. Знаете, было очень приятно, что пришли родители. Когда смотрели на своих детей. Когда восхищенные взгляды от родителей. Вот это вот отцовское тепло, которое шло до дорогого стой. Знаете, как это было приятно. А мне, как учителю, мне вдвойне приятно, когда твои ученики в чем-то тебя превосходят. Когда они не отдаляются. Я говорю, что конкретно про Марию Эрик. Но ради такого результата стоит подождать, чтобы потом этим насладиться. Мы видим, как растут наши выпускники. Мы видим, как развиваются. И все здорово. Расстрогали. Расстрогали. Меня 224118. Звоните лицею. Делитесь своим счастьем. Профессиональное сообщество. Как отреагировало. По-доброму завидую. По-доброму. Я еще не могу сказать, потому что открытие было только сегодня. И всему нашему профессиональному сообществу мы покажем результат этого труда. Только буквально на этой неделе, на последующих неделях. Поэтому только-только еще будут коллеги видеть. Они посмотрят, что это за класс. Как в нем можно работать. Какие перспективы. Пока еще мы не рассказали широкой общественности, что мы открыли. Пока только наши ребята видели сегодня. Еще не раз, наверное, экскурсия будет проводиться. Ну, вы теперь в музей превратитесь таким образом. Слушайте, ну, это... Вот мне понравилось, что оказывается. Никто вам не звонил, никто не навязывал, никто не давал идею. Сами нашли, сами реализовали, сами вписались в это дело. Еще и выпускников подвязали. Учителя, директора других школ, там, не знаю, 20-е, еще какие школы. Вот вам. Ну, я не ментор к кем-то, нам ни в коей мере. Появляйте инициативу. И у нас будет куча лица, я имя Палакина, условно. Алексей, ну, здесь я хочу сказать, что, наверное, надо лучше узнать наши школы. В каждой школе... И заговорило профессиональное сообщество. Три минуты у нас осталось. Есть своя изюминка. В каждой школе есть свой потенциал. И в каждой школе есть свое направление. Есть школы, где есть кадетские классы, классы МЧС. У нас этого нет, но есть другие школы. И там тоже интересно. Там мощная воспитательная система. В каждой школе есть что-то свое, особенное. Я же не в том плане-то говорю, что какая-то школа там что-то не делает. Нет. Алексей, директора других школ, поверьте. Что идет в ваших руках? Так дайте я все-то же договорю. Директора других школ точно так же работают со своими выпускниками. Точно так же привлекают. Может быть, просто чуть меньше амбициозные проекты. Но главное это результат. Ребята многих школ возвращаются в школы. Ребята многих школ стараются помочь. И у наших-то, ребят, такой же был посыл. Правда же, ребят? Они знали, что и другие приходят и помогают. Сами говорят, что вы за них говорите. Говори. Да, две с половиной минуты. Я вот хочу добавить очень важную мысль. Даже две важных мысли. Вот вы про музей сказали. Да, мы истинно верим всем сердцем, что лицей все-таки станет настоящим визит-центром. Известным не только в нашей республике, но и на федеральном уровне. Это очень хотелось бы, чтобы это так получилось. Чтобы в лицее каждая локация имела какую-то свою индивидуальность. И, допустим, можно было приводить на экскурсию учителей, учеников из других городов, из других регионов. И показывать, как классно это все реализовано. Вот. Это первое. Я вот это и имел в виду, Ирина Лаврентьевна. Вторая мысль. Это то, что сотрудничество с лицеем на данном этапе не завершено. Вот. У нас уже есть некоторые точки соприкосновения на дальнейшую перспективу. По оформлению некоторых других тематических локаций мы уже немножко обговорили. Школьная столовая, брендбук. Ваши столовые и так завидуются. Брендбук, вообще лицеем, мы над этим поработаем. И, Алексей, вместе с ребятами мы еще и работали на брендбуком кабинета хакасского языка. И буквально скоро мы будем готовы презентовать этот проект тоже. Понимаете, в чем ценность? Одновременно мы работаем над несколькими проектами в разных совершенно направлениях. А желающих включать хакасский язык у вас много? Да, достаточно много. И очень хорошо, плодотворно работает школа. Каждую субботу для родителей, желающих изучать хакасский язык. Они приходят одни, приходят семейные пары, приходят вместе с детьми. Каждую субботу у нас проходят занятия. Интересно. Вообще на изучение любого предмета можно посмотреть абсолютно с другой стороны. Если зона, в которой этот образовательный процесс проходит, она лаконично, дизайнерски оформлена. И появляется такая, может быть, так скажем, помощь в изучении того или иного предмета, когда тебе очень комфортно. Ну, я так понимаю, ваш ребенок, я уже знаю, в какую школу пойдет. У вас уже есть? Нету. Но мы тоже знаем, в какую школу он пойдет. Да, да, да. Если вы еще. У Маши опять подтвердила, что развивающая среда лицея – это третий учитель. 20 секунд, передайте приветы. И будем завершать. Всем привет. Всем и нашим родственникам хочется передать привет именно папе, маме, всем братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам. В 10-й школе. И любимому лицу. Субтитры сделал DimaTorzok